загорелся у него чеки и просит о помощи хочу и продать эта история может растянуться на поводу можешь залезть камеры свои поводить как хочешь я не знаю что ты делаешь честно я не хочу я если сломаю я оплачу дай бог что вот ничего страшного поршни чтобы немножко ушли вниз вот я не знаю нахера мы этой херней занимаетесь а торговаться надо на чем не понимаю друзья всем привет в кадре у нас появилась елочка что это значит правильно елочки уже надо ставить уже новый год о чем это говорит правильно о том что видео надо показать про лето так вот если серьезно мы нашли одно видео которое очень хорошо и ярко рассказывает отношение продавца и автоподборщика вот почему продавцы не любят автоподборщиков пояснение такому отношению есть несколько причин вот одна из основных это вот я немножко абстрагирую с другую сторону иду сейчас объясню для чего вот для нас вот перекупы те которые не очень хорошие порядочные мы понимаем что они точно где-то что-то скрывают они где-то скрутили пробег они где-то что-то сломали собрали это на изоленту на скотч на стяжке на что-нибудь еще а у людей которые продают автомобили вот ровно зеркальное отношение к таким людям которые вот назовем не профессионалы который придет увидеть что крашеное крыло и начинает выдергивать подушки безопасности кричать это трэш это жопа этой машине плохо поэтому люди которые продают автомобили к нам к автоподборщикам относятся плохо следующая причина это то что есть людям что скрывать на самом деле когда автоподборщик грамотно подходит он видит многие моменты и причем сразу даже если сделано хорошо красиво то если обратить внимание на какие-то нестыковки допустим крыло даже покрашена подтолщиномер но если видно что она покрашена то сразу начинаем тянуть за ниточку почему покрашена а там оказывается под крылом вайтом например лонжерон варен или еще что-то это уже на нарушение силовой конструкции так далее и тому подобное а третья причина это мы занимаем у продавцов очень много времени ну вот многие продавцы не стремятся к европейским стандартам вот приехал посмотрел на какую-то площадку машину делила и там 5-7 минут и все либо беру либо не беру только в европе за этим следят большие технические службы ну например те же самые техосмотры есть очень много моментов где фиксируется пробег где видно история в европе все по-другому а у нас короче у тебя там 5-7 минут либо берешь либо не берешь у меня там стоит целая очередь устраивает цыганское движение вот это еще одна из причин почему нет они забирают очень много времени они это в смысле автоподборщики и мы в том числе короче при чем здесь это видео и причем здесь это видео и причем здесь это видео и здесь я я поясню несколько месяцев назад наши парни осматривали у продавца автомобиль который впоследствии завернули там суть такова что машина внешне очень классно очень хорошая но на пробеге там что-то в три тысячи километров у нее уже была треснутая коробка через нее сочилось масло мы его мучили тогда ну мы смысле компании один авто мучили его с часу дня до 7 вечеров показали объективно доказали почему мы вот так долго мучили там на самом деле замывали эту коробку мыли ее чистили загоняли на подъемник разогревали в общем доказывали продавцу о том что там есть повреждение в коробке и масло выкапывает оттуда не просто так доказали но на это ушло много времени так вот это впоследствии оказался тот же самый парень у которого я на площадке должен был осматривать автомобиль и вот представьте ситуацию когда он про это знает он меня узнал а я вообще ни сном ни духом что этого человека мы раньше чем-то обидели в формате того что рассказали правду про автомобиль которая ему была не очень лестная подключиться можно можно заглушить да здесь слегка расслоилась не критично но имеется ввиду когда здесь она была причавлена вот расчавленный телек до родной стоит родной стоит сделался потому что китайский ну по зазорам бы нифига не получилось а был он слабый идет понял когда в ходу едешь чтобы капот прыгал а где собирали я понял у нас в последнее время часто просят приехать на из туста не понимаешь какие продают машины с америки я прекрасно понимаю мы раньше занимались когда человеку решу слушай друг ну эта история может растянуться на полгода то не мне обещают за 21 день я рю вперед извините я вот на себя брать ответственность не могу ура с наступлением скажем так когда жара спала и стало прохладно сосед наконец-то уже на на автомобиле искренне поздравляю история длилась больше чем полгода стекло кстати китайская стоит зазора тоже не очень да может приехать но и же еще надо отремонтировать а еще же надо угадать что все запчасти были а вскрытие покажет точно все ли не все это долгая история и тут я вот всеми кто занимается этими автомобилями вот на сто процентов согласен поэтому у нас если человек дает подтверждение что да я готов на полгода ну плюс меня понятно что дело что может быть быстрее а может и нифига не быть быстрее поэтому ладно то все полемика ну по крайней мере она ровная такого чтобы она была где-то сильно какая-то вклепаная ну я не вижу не вообще минимальное повреждение были ее смотрю даже сильно не мыли у меня задача заключается в том что я технически должен рассказать про автомобиль по крайней мере вот иногда бывает приходишь для с 30 метров как вот этот mercedes посмотрел на него ребят извините мы не будем тратить на него время то здесь есть вопросы но сказать что она критически херовая ну я точно не могу запусти пожалуйста двигатель у него ценник в америке 53 рубля то что она тут продается за 2 копейки понимаешь там риаси не я чтобы посмотреть чтобы зеркала я пока она подключается я проверяю пока подключается ну и когда дверь открытая зеркало не вижу я смотрел чтобы она регулировалась ну смысле вправо влево вверх вниз здесь у просадка по аккумулятору было низкое напряжение тут тоже ничего страшного да в основном все по просадки аккумулятор не я не сторонник стирать ошибки нужно особенно в агарской теме там всегда можно проследить историю ну здесь для того чтобы он появилась надо будет опять проехать нормально могу показать водительское удостоверение что у меня стаж большой муж рядом сесть да 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 и там притрется все кто долго стоит потому что диски не же высокой углеродистую сталь имеет и она беда в том что поддается коррозии но все-таки ругается на педаль тормозу как активная ошибка дать что-то где-то я не часа можно эндоскопом папа заглядываю под это можно в принципе пока глушить нужно не глушить все равно сказать что здесь следы коррозии то не вижу несмотря на то что основные ошибки идут в основном по просаженному аккумулятору а как мы знаем первым реагирует на это блок abs на слабый аккумулятор то есть 1 отключается abs дальше отключаются другие блоки так вот в блоке abs ошибок нет есть ошибки по педали тормоза и вот лезу посмотреть все ли там нормально почему так уж очень часто бывает там всякая тема склеенная на супер клей что-то или же там прикрученная на стяжке в общем в жизни бывает разное лезу просто посмотреть убедиться что там все хорошо тоже никакого следов муки если все чего-то еще легкая пыль почему я лажу в этом месте эндоскопом да потому что по документам машина была утопленник а по всем признакам следов того что она утонула нет по фотографиям было видно что машина она уперлась мордой в грязь и там ватерлиния спереди но по салону не попала эта штука не работает инвертор по крайней мере рогнулся по бортовому компьютеру инвертор это преобразователь преобразователь с 12 вольт и на 110 либо же на 220 на русском языке это некая резетка в которую можно ставить ну например зарядку от ноутбука и подзарядить ноут в дороге так вот вот этот вот инвертор там не работает почему он не работает я разобрался позже но это будет немножко позже пока фиксируем факт того что он не работает сейчас пять минут и почитаешь это за ошибки активные не остались так чтоб сказать вот прям сейчас стоп не хочу смотреть дальше я не могу поэтому сейчас я посмотрю куда детальнее смотреть давай заскочим сюда я плачу или не хочу не просто сейчас во первых нет времени у которых не хочу ехать потому что все эти стул это выкинутое время не ну мне как минимум сразу заключение человеку надо дать течу снизу я расцелить и и защиту приснять тоже на этих самых я же ничего не можем сказать что я мне смотри мне я хочу продать машину я не хочу этим заниматься вообще я услышал ты реально в можем сказать продавец странный хочешь мне все друзья вот здесь надо сделать легкий комментарий вставку казалось бы на кого действует вот подобные манипуляции того что а и чё там смотреть или еще что-то здесь важно понимать все абсолютно все машины которые мы заворачиваем их все равно покупают покупают люди какие правильно доверчивые поэтому все нужно перепроверять не если если сейчас заняты могу в другое время подъехать я не хочу хоть ни на какие подъехать возле на них и части метров вот не хочу мне я ничего там нет за что не переживаю хочу продать машин гемп или фонда сказал короче мне хозяин или хочешь сам приедет любым специалистам заглядь куда хочешь она стоит на рынке могу еще раз выехать тебе ходить вдвоем втроем посмотри куда хочешь заехать на яму глянуть услышал ладно я сейчас все равно по прочитаю все ошибки я сейчас из активного я понимаю что блок который 220 инверторный у нее сейчас не работает ну вот и такое как бы по мелочам основная тут хрень из от проставшего аккумулятора а так а так короче нифига страшного я пока не вижу не может еще раз нормально я к этому отношусь нормально собака каждая что я до служить снизу скажу что там все хорошо слушать даже если он купит машину допустим мужчина он всегда может я набрать сказать есть какие-то вопросы вот здесь вот очень важно запомнить этот момент когда он говорит что я могу после покупки автомобиля ко мне люди часто обращаются и я могу даже за свои деньги поменять ту или иную запчасть мы потом к этому еще вернемся и а ты после работы нужно сказать что хочешь как тебе нужно продавец дурной продавец не блин скажи когда когда человек неадекватно это видно сразу мы сможем сразу сказать друг все я не хочу с тобой общаться и все здесь ну мне тебя нужно будет 20 минут твоего времени я 18 ты зачем ты занимаешься я всю жизнь это без без алкоголь у машина родной пробег у нее он позвонил не спросил была ли она утоплена были документы ну я ее привез сюда она завелась с пол . и съехала мы сделали фару капот поставил оригинальный бомбер там единственное стоит решетка китайской крыло стоит оригинальное супа крашена правильно я сделаю проблему что от меня нужно что если я хочу я верю на мне смотри яши когда вот если человек с нашей помощью покупать этот автомобиль я на него должен выдать гарантию я пусть посмотреть как хочешь можешь не видеть это ничего не может я же не прошу ехать чудо на них просто нужна машина он сказал там еще и стрел я посмотри те три машины где-то там где-то там обновишь мы посмотришь и посмотришь что продают люди я знаю я тоже я же не могу сделать все хорошо внизу но смотри тут же я же не смогу рекомендовать если я ее сам снизу не вижу верю понял я нормально со всеми общаюсь мне как минимум не что же заплатят за то чтобы я у меня очень смотрят ты наверняка ясный хороший порядочный человек но отвечаю за любое впечатление о вашей компании реально этот хозяин не звонил раза четыре после его из принципа типа 2 он меня уговорил он меня не я волную а вот здесь вот нужно я считаю обязательным сказать то что мы этот автомобиль категорически не рекомендовали чему не рекомендовали потому что во первых машина была очень сильно переоценена да у нее небольшой пробег да у нее классное состояние на ремонт коробки ну вот на вскидку это 600-1000 долларов только для того чтобы ее снять вылить с нее масло даже не меняя корпуса аккуратно аргоном заварить это если конструктивно это позволит вот эту вот трещину собрать обратно и поставить на место для того чтобы этот дальше автомобиль существовал поэтому мы ее не рекомендовали не ну конечно можно там заливать масло и всякое такое но этого делать точно не нужно так вот по словам продавца заказчик все-таки к нему обратился он его попросил они куда-то там поехали на какой-то сервис где ему сказали что все классно и вопреки нашим запретам он купил этот автомобиль но эта информация не точная мы ее не знаем это слова парня который продает нам пытается продать другой автомобиль хорошо на как на кассу и ств на какую-то дыдям а не вот это какая-то понял верю что мне нужно сделать на твоих условиях чтобы посмотреть машине с вот-вот машина стоит я смогу отъехать как хочешь залезть хочу ее продать мне не хочу это блять у меня что же как бы задача я я могу рекомендовать пока все классно то есть если бы машина вот хотя бы какая-то хрень была я бы уже сказал друг спасибо мы поехали смотри дальше а так интерес есть но мне еще надо посмотреть снова откровенно верят вот сейчас еду можешь залезть камеры свои поводить там как хочешь объясняя почему ему не сказал пошел нафиг и не ушел все очень просто машина одна в украине такая с такой комплектации не было еще одна наш технический специалист сергей ездил в днепр смотреть но он подошел посмотрел машина просто холамина и реально завышенный ценник и такая машина осталась одна и она действительно хорошая она действительно неплохая а с учетом того что ну наша задача стоять все-таки на стороне заказчика они делать так как удобно нам мне вот такая сделка вообще нифига не удобно в к ней ни в какой конфигурации когда меня пытаются поливать чего-то мне рассказать мне это неудобно но у нас на это иммунитет поэтому машин больше нет поэтому эта машина дерните капот я себе не затягивает чуть руку не свернул я если сломаю я оплачу честно даже покажу где сломал чтобы было понятно на стенках цилиндров это не не ржавчина это бензин но мы просто крутили стартером для того чтобы опустить поршни всех шести цилиндров в нижнюю мертвую точку и со стартера не угадаешь а к маховику лезь ну так неудобно а в момент когда крутишь зачем мотор холодный фигачится много бензина искры нет он не сгорает поэтому на стенках это не сгоревший бензин тай ключ прокрутить поршни чтобы немножко ушли вниз никогда в жизни такое не ешь я занимаюсь очень давно машина больше одну при 20 лет я 18 ты зачем ты занимаешься я всю жизнь не разу я сейчас путишь да сейчас и что-то крутить я не знаю что ты делаешь честно я не хочу но мне ниже я ничего не боюсь окей согласен уже ну это я продавал чеку ауди он приехал на день назад в кишку потом поворачивал можно проеду за рулем и цепанул крыло мне возле ну а буз вышел такой говорит извините спасибо до свидания все окей аргумент буду делать но я как бы уговариваю что вы крутые пацаны послушайте меня уговаривать не буду все нормально твоя позиция вниз на все нормально ясно ясно все нормально два рубля я все понимаю но я не хочу ну я про я не хочу окей я я с уважением отношусь мне нужно было еще один цилиндр из трех опустить для того чтобы посмотреть поверхность полностью лучше я посмотрел ее до половины а porsche нужно было опустить еще ниже и посмотреть всю стенку цилиндра но когда пошел конфликт я осознал то что если были бы задиры с центра цилиндра они бы уже точно начинались и тянулись бы кверху раз их нет до низу я принял решение того что не нужно его осматривать дальше не нужно мучить этого перекупа и решил с ним согласиться оставить его в покое собрать все обратно хорошо хотя бы поднять ее подними смотри окей сейчас и тогда тут все собираю конечно есть у дальше снизу я приехал на ней на форт они говорят двухлитровый посмотрим на развал а на эту нет у него совсем другая ходовка стоит у нее какая-то стойка или то ли это у нас спорт здесь то отдельно регулируем а именно столько на рычаге на не на кулаке так вот что делать в такой ситуации когда машин нету а посмотреть машину нужно то блин все очень просто я так уже делал много раз шум и здесь имеем но там чуть погнутая все мелочи жизни поэтому там этого блока и нет помните я говорил что здесь нету блока инвертора и вот судя по характеру вот этой вот вмятины именно под сидением а если посмотреть внутри салона именно на этом месте стоит инвертор то мы точно понимаем с огромной долей вероятности того что из-за того что удар пришелся сюда тот блок скорее всего разломался но вы не купили потому что нужно тратить на него денег а машина без него и так будет ездить ну и что что кто-то не зарядить свой ноутбук в общем ответ на вопрос почему не работает инвертор почему нету напряжения в сети ответ получен потому что удар был снизу под сидением так нищих нигде не ржавенько здесь нифига не час я спереди еще под заеду вроде бы вроде бы вроде бы вроде бы все хорошо я спереди да я понял что там блока нет он с этой стороны подогнутый просто поврежденный был ну тут нища с этой стороны загнутая стоит дед блог должен стоять салоне под водительским под пассажирским сиденьем я не знаю что есть про что там есть кронштейн есть место под него блока нет сейчас посмотрим провод конечно может вот я не знаю нахера мы этой херней занимались тут защиты же нету можно было бы и так залезть посмотреть возьми что залезть да посмотри ладно покатились нигде масло не течет я очень надеялся что вот здесь вот в этом месте между двигателем коробкой сейчас покажу здесь у них всегда течет вот всегда тут мокрые здесь нет движение фига здесь сухое попробую объяснить нам пальцах где течет куда смотреть вот есть место где крепится коробка и вот есть место где крепится к нему вот вверх пошел блок вниз пошел поддон и вот в этом месте где идет стыковка коробки блока и поддона т-образный вот этот вот перекресток именно с этого места все течет потому что вместо прокладки там герметик а зачастую вот эти все плоскости они не выведены идеально и поэтому она там начинает сочиться ну а здесь же все хорошо поэтому я удивлен но действительно хорошо болты не крутились радиаторы стоят новая решетка перед радиаторами решетка заслонка с заслонкой тут хрен начинал жалюзи тут нету активных жалюзи тут не должны быть они тут у датчиков танк рычаги здесь не менялись но визуально визуально классно но я бы эту машину загнал на развал блин она сейчас в паркинге стоит не прокручу и не пострю колеса но вроде бы они не битые вроде бы не ломаные ну так нормально ударенное днище внутри салона там должен быть датчик этого датчика нету проводка для датчика есть и все больше здесь особо нихрена не посмотришь нифига нету под машиной такого за что можно поторговаться разве что помятая днище но он его особо и не скрывал а так место где я думал что она будет течь где будут сопли что был повод для торга оказалось нифига сухая машина сука со всех сторон а торговаться надо на чем не понимаю ладно сейчас будем идти общаться понимаю блока под сидением нету и стекло поцарапано на простыклон говорил 28 ну пока вины пока он не убежал 28 крайняя цена 28 это просто все торгуются они есть повод торговаться понял я понял да по кузову машина классная единственное что она там собрана подкрылок на саморезах такое днище вот подогнутая нет активных жалюзей пистончиков где-то там не хватает хотя вот под капотка и ну я я вижу что там никто не лазил я первый кто вскрывал эту машину в принципе вот нигде не засечек вообще ничего нету салон салон как раз в классном состоянии вот в по салону вопроса у меня нет тут легкие не тот самый не совсем идеально стоит зазорчик на капоте но это прошлый раз на видео скидывал не саша мог не говорить здесь тайваньская решетка стоит а так в принципе все остальное здесь стоит оригинальная андрей если ее брать на субботу он готов приехать единственный момент ну то есть берем все нормально единственно что когда выйдем тест-драйв проехать что все передачи нормально включались они же проблем ну все мы прогреем и нормально еда ты знаешь вот приехали пацаны у меня моя спортивная бмв а дай тут я рюте ну ну что ж она спортивная это прогреть ну коробка должна прогреть зачем я буду вас здраво устраиваешь вы просто покайфовали ты хочешь купить хочешь выйдем покатаемся то не не надо был все разум все нормально понимаю что здесь мы прокатимся 40 километров в час но нужны ситуация у меня по этой машине вчера смотрели тоже пацаны и житомира они должны не сегодня вечером набрать ну мне просто надо понимать не я уже я уже я говорю что я не думал что я какой-то я говорю о том что у нас есть но у него есть намерение купить я сейчас перед тобой его представитель ну шо от меня надо чтобы закрепить отношения какой-то там даже 100 долларов и чески да что сегодня наберут вещь вам скажу ребята я я продал извини машина под задатками я буду сейчас и не туда и не сюда все в субботу в субботу он будет сейчас сейчас хвилынку будет звонить наш парень зовут его рома но он будет там как всегда документы всякое такое готовить короче здесь она здесь же был оформлять все чудесно сейчас пойду подготовлю однако паспорт подготовили договор он приехал все было быстро она на утра продаж все гораздо я тоди его отпускаю до субботы воскресенье всего лишь один день прошел когда мы выбрали оформили автомобиля сегодня парень гость нашей столицы скажем так вот выезжая из киева загорелся у него чеки и просит о помощи я оказался недалеко в отличие от наших других парней поэтому минут через два с подскочу на парковку блокбастер оказывается там есть подземная парковка я этого тоже не знал вот но суть не в этом скоро буду посмотрим чего у него там скорее всего из-за того что долго стояла машина чего-то у него там вылезла но посмотрим точнее после диагностики я как раз вот если бы он позвонил еще минут на 10 позже я бы уже выехал за киев и вернуться проблематично уже было бы а так вот самое что ни на есть вовремя поэтому сделаем сейчас легкое ответвление километров на 10 а потом каждый поедет по своим делам а теперь возвращаемся к фразе что мне можно звонить после покупки автомобиля я запросто могу купить некие запчасти которые там понадобятся воскресенье радостный день так вот звонит мне заказчик и говорит у меня проблема у меня горит чек машина не едет нормально не едет я звонил продавцу сегодня воскресенье продавец сказал гуляя огородами в общем позвонить то мы понимаем что ему можно а получить ответ почему-то нельзя но в отличие от продавца мы заказчика не оставляем беде тем более возможность была я развернулся приехал к нему и смотрим посмотрели ошибку вот автомобиль стоит значит из-за высокого давления паров в обратный клапан у него подклинивает под залипает ошибку и сбросила не повторяется покатался по парковке ничего страшного нету но дай бог что вот ничего страшного но в принципе из рекомендаций либо надо продуть эту систему либо же почистить вообще проверить клапан на герметичность обратный который возле от сорбера так в общем то пока наблюдаем сейчас ошибок нету друзья видео на самом деле не об этом видео о том что у нас конфликтные ситуации тут ну и ровно точно так же наоборот у них конфликтной ситуации с нами лишь только в тот момент когда возникает некий обман во всех остальных случаях ребята пожалуйста приезжайте смотрите нормально и показывают автомобили и готовы ехать на сто людей которые продают автомобилей очень много и много порядочных но точно так же очень много непорядочных и к великому сожалению количество непорядочных людей ну слегка трохи зашкаливает борзометр у них ну либо же такое количество людей нам попадается не суть важно у нас уже есть ряд определенных людей которые выбирали себе автомобиль и попали при этом если вы хотите присоединиться к этим историям и рассказать свою историю у нас на канале напишите об этом в комментариях я вас без внимания точно не оставлю теперь точно пока ну а мы наверно будем уже ехать собираться во львов а